Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я хочу выкатить из ангара Мэджайя, только это его не первые катки. Первые катки я сделал вчера, выложил обзор на данную машинку, ну и честно говоря, вот какое-то мнение такое о нем сложилось, но неоднозначное, прямо скажем. Сейчас Мэджайя потихоньку начинают заполонять рандом, их становится все больше и больше, ну, по игре игроков на данной машине понятно, что данную машину катают как ребята, которые понимают, что они делают в бою, так и те, которые совсем не понимают, что они делают в этом бою. Короче говоря, ребят, машинка абсолютно неоднозначная, она такой скорее всего останется, потому что получат ее полностью все, и говорить по поводу того, что она будет имбой или не имбой, это очень сложный вопрос. Многие говорят по поводу того, что у Мэджая хорошая броня. Ребят, я честно говоря, как-то вот не совсем почувствовал этот момент, потому что играл я против него на Т-34 экранированном, и я не могу сказать, что для меня Мэджай как тяж, ну, представился какой-то такой, знаете, там непроходимый, прям преграда. Я вполне спокойно его бил, когда мне не хватало, я включил голду и вполне спокойно разбирал его в верхний бронелист, вот эту вот планку, да, переднюю, потому что верхний бронелист, вот он под наклоном. Ну, и разбирал его вообще просто шикарно в башню, которая вся просто-таки серая. Короче говоря, ребят, я на Мэджае поиграл несколько десятков боев, попытался понять, что это за машина, попытался как-то руки свои, да, там, подстроить под Мэджая, и скажу вам откровенно, я все равно как-то не смог его прочувствовать. У него есть действительно безусловные какие-то вот такие плюсы, которые ярко отличают его от других машин, здесь вопросов нет. Но у него есть и минусы, которые очень сильно отличают его в негативе от других транспортных средств в ангаре. Смотрите, безусловным плюсом Мэджае является углы склонения орудия, вопросов никаких нет, они настолько удобные, они настолько комфортные, то есть ты, в принципе, с любого холма можешь вывешивать вниз свой ствол и отбрасывать по соперникам. Ребят, но при этом, имея такую скудную броню башни, ну, получается, что, в принципе, толку от склонения орудия практически нет. Потому что ты вроде бы как бы из-за холма отыгрываешь, и в то же время я неоднократно попадался на том, что я типа такой выезжаю на холмик, начинаю вывешивать ствол, начинаю пытаться в кого-то свестись. Ребята, точностью орудия на средних и дальних расстояниях, ну, прям совсем оставляет желать лучшего. И я для себя понимаю, что, блин, ну, прям вот совсем кошмар, как мне в башню прилетает. Прилетает просто на ура. И прилетает от всех, кого не лень. Да, есть там какие-то рикошеты, которые проходят по корпусу, да. Но, блеха-муха, ну, не знаю. Я, честно говоря, от этой ивентовой машины ожидал чего-то большего. Ее настолько рекламировали, про нее столько рассказывали. И в итоге это получилась какая-то такая вот полулушпайка, которая там с трудом перемещается по карте. Крайне уныло кого-то разбирает. Единственный соперник, который действительно для него соперник, это еще один такой Джим Иджай. Ну, не знаю, ребят. Я, честно говоря, расстроен. И расстроен, я скажу почему. Потому что в последнее время ивенты от разрабов, они превратились просто в перерисовку других танчиков в игре. И попытку просто представить их в каком-то там новом раскрасе. Ну, не знаю. То есть, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что, допустим, возьмем ледокола. Ну, окей, хорошо, взяли, перерисовали просто красивенько Тигра 131. Возьмем того же самого Дредноута. Окей, молодцы, ребята, разработчики. Взяли и просто перерисовали. Ну, вот, пожалуйста, мы Джай с Мэджаем. И вот теперь мы будем с ним бодаться. У кого больше ума хватит. Ну, сейчас, правда, я так понимаю, что меня просто в борт начнут разбирать. И на этом все закончится. Ну, короче говоря, заканчивая мысль, ребят, о чем говорю. Говорю о том, что, по-честному, то есть, взяли Дредноута, перерисовали просто его с Черчилля. Взяли Тога, с него перерисовали... Простите, дорогие, забыл, как называется этот танчик. Напишите в комментах. Вот сейчас на языке вертиса вспомнить не могу. Дурацкое какое-то название. Ну, короче говоря, ребят, говорю к чему? Говорю к тому, что в последнее время разработчики не особо заморачиваются над тем, чтобы придумать искренне что-то новенькое. То есть, в последнее время разработчики просто берут какие-то машины. В данном случае, по моему скромному мнению, взяли Excelsior. И этого Excelsior просто перерисовали. Добавили ему спереди штыков. Добавили щиты по бокам. И что? Ну, взяли еще там, ему нарисовали всяких иероглифов на заднице, простите. И теперь сказали, что это Мэджа. И добавили в него пушечку на 4 снаряда. Окей, хорошо, я не спорю. На пятом уровне 4 снаряда магазин. Это диво-дивное, да? Но, ребят, согласитесь, диво-дивное было тогда, когда в рандоме появился седьмого уровня могильщик, который просто-таки, ну, просто повергал всех в шок своим орудием на 6 зарядов. Но это просто была какая-то имба-имбовая. Да, безусловно, на сегодняшний день могильщик, он, ну, совсем не такой, какой он был раньше. Вопросов нет, я с этим не спорю. Но, ребят, все равно на нем как-то получается заехать и получать какое-то удовольствие от боя, да? То есть, ты можешь поехать себе на могильщике на линию средних танков и легких. Если такая линия сформировалась, и ты просто обалденно можешь против них откидывать. Ты будешь набрасывать просто как бог. В то же время тебя практически никто пробивать не будет. Да, есть там какие-то слабые места, которые могут выцелить. Но, в целом, ну, не сказал бы, что прям вообще легкая добыча для кого угодно. Что же касается последних машин. Они не обладают, к моему глубочайшему сожалению, вот такой вот какой-то уникальностью. Я не знаю, может фараон обладает этой уникальностью. Мне, к сожалению, не посчастливилось фараона себе заполучить. Жаль, конечно, с удовольствием покатал бы данный танчик, снял бы на него обзорчик. Но, честно говоря, тратить 1350 голды за призрачную вероятность получения данного танка я не хочу. Если бы мне сказали, что я реально могу взять и получить этот танк, да, возьми, купи его, да, там, за какую-то сумму голды. Я бы еще подумал и, скорее всего, купил бы. Но, ребят, я встречал фараона сейчас в боях и он не составляет прям какой-то такой мега угрозы. Да, у него где-то частично какая-то броня есть. Но, ребят, все равно это не приводит к какому-то такому, знаете, немому шоку от качества машины. Так что у тебя прям начинает нижняя челюсть трястись с желанием получить данный аппарат. Ну, вот какое-то такое у меня впечатление. И, честно, вот, ну, я не знаю, согласитесь вы со мной, не согласитесь, напишите в комментариях свое мнение. Но вот этот ивент, которого я реально ждал целый год, я ждал возможности побороться за новые машины Хэллоуина, реально просто вот как-то сошло на нет полностью все настроение. Прошло настроение праздничное, прошло настроение ожидания. Ну, как-то вот получил Мэджея, да, я согласен. Ну, почему я Мэджеем его называю? Он, кстати, пишется на русском Мэджай, на английском Мэджей. Короче, вопрос сводится к чему? Дело в том, что Мэджай вот этот, да, его получат все бесплатно. Окей, вопросов нет. Возможно, это кому-то приятно. Мне это тоже приятно, я тоже очень люблю халяву. Вот это вот то, что вы дали, ну, блин, ну, ребят, ну, это убожество, честно говоря. 5 бустеров вот этих, 10 таких бустеров, 100 тысяч серебра, которые можно получить вполне спокойно, просто взяв и заехав на фармящей машине в 1 в 2 боя нормальных. 5х опыта, 3 штучки, блин, ну, как-то вы вообще как-то, ну, жадностью такой обладаете, разрабы, которую мерять просто нечем, линейки такой нет. Вы даете камуфляж, окей, хорошо, камуфляж. Камуфляж к чему? Просто, чтобы он был, ну, не знаю, ребят. Я как-то вот, честно говоря, ну, в упадке настроения, просто в ужасном. Напишите свои впечатления о данном ивенте и свое мнение по поводу качества данного ивента по сравнению с ивентами предыдущих лет. Буду вам безумно благодарен, ну, и я думаю, что тем ребятам, кто не играл в танки еще в те незапамятные времена, когда история Хэллоуинов в танках только начиналась, я думаю, им будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, и, ребят, если вас интересуют честные обзоры с абсолютно честным субъективным мнением, за которое никто не платит, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен. Ну, а чтобы не пропускать новые видео, просто нажимайте на колокольчик и вы будете первыми видеть выход новых видосов. Я стараюсь ради вас всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.